За чашкой чая долгими вечерами они собираются и вспоминают детство. Сложное оно было у Галины Константиновны и Тамары Константиновны. У их матери пятеро детей осталось. Когда началась война, младшим двойняшкам было всего по полтора года. Выживали как могли. После наступления немцев отец отправился защищать родину. Помню, перед тем, как уходить на фронт, привезли его, отправили его на Хасан, там поднялся. Он приехал, сообщил, что он отдаёт. Я знаю, что мы на тонах, на высоких с мамой разговаривали в этот вечер. Потому что его так-то вроде не направляли, а он сам напросился. Это последнее воспоминание об отце, Метляеве Константине Михайловиче. Он всегда был добрым и заботливым. Приносил конфеты и игрушки. Из рассказов мамы дети знают, что он воевал за Сталинград. Была переписка с семьёй, но в 42-м связь оборвалась. В памяти детей отец навсегда остался, как на этой чёрно-белой фотографии. 75 лет они могли только догадываться, что же случилось с папой. В этой семье не любят военные хроники смотреть, слишком больно. Но когда по телевизору речь идёт про Сталинградскую битву, время будто замирает. Всегда хотелось найти лицо знакомое в этих фильмах, как иногда бывает, документальные фильмы показывают. Люди находят своих родственников по этим кадрам. Поэтому всегда смотрели и всегда хотелось увидеть что-то. Осенью 2017-го в местной газете появилась заметка. Руководитель поискового отряда Волгоградской области разыскивает родственников погибшего под Сталинградом Константина Метляева. Буквы поплыли перед глазами, вспоминая дочь подполковника. Столько лет поисков, и вот она долгожданная весть. Мы позвонили ему через день, наверное, потому что сразу как шоковое было такое состояние. И вроде и радостно, что теперь знаем. В то же время тяжёлое чувство. Несколько погибших удалось отыскать на месте Сталинградских сражений. Тела их будут захоронены со всеми почестями. Осталось дело за малым – найти средства и полететь на похороны отца. Для пенсионерок это оказалось непосильным. Они обращались в общественные организации, к депутатам, меценатам. Но везде получали отказ. Поиск средств на перелёт привёл в приёмную главе администрации округа. Вашему отцу спасибо, что мы сейчас живы-здоровы и с вами разговариваем. Да, 75 лет прошло. Хорошо, что мы не забываем своих героев, находим их и придаём земле, чтобы они нормально упокоились. В этом кабинете нашлось решение проблемы. Наконец-то дочери выполнят свой долг. Теперь они со спокойной совестью могут собираться в путь. Даже не верят. Вот рады, очень рады, да. Теперь спокойно можем собираться. Когда планируете лететь? Мы лететь планируем 1 или 2 мая. Там захоронение будет от 4 до 6 в этот период. В местах таких массовых сражений продолжаются поиски пропавших без вести отцов, дедов и прадедов. Вера этой семьи показывает, стоит надеяться и не опускать руки, чтобы однажды пропавший без вести в Великую Отечественную был найден. Ольга Муравьёва, Антон Войцеховский, Алексей Шаповалов, Телемикс.